Приветствую вас, дорогие друзья, все те, кто смотрит нас, разбор субботней школы за Окским университетом. Сегодня мы приступаем к осмотрению совершенно новой темы, очень актуальной, очень современной для нас и для вас, надеюсь. Это, собственно говоря, планирование успеха. Сегодня будем обсуждать насущную современную тему с братьями-преподавателями университета Антон Анатольевич Петрищев, Кемель Кемельевич Ялышев и Эдуард Михайлович Егизарян. Хотелось бы сразу вас спросить, дорогие друзья, как вы думаете, все-таки успех планируется или он приходит как подарок от Бога? Как вы думаете? Такой вот немножечко, может быть, провокационный вопрос я вам задаю. Ну, принято считать, что успех — это некая удача, которая сопутствует человеку. Птица счастья. Птица счастья. Она прилетит или не прилетит. Но согласно нашего урока и этого библейского взгляда, то успех — это то, что человек может и планировать, и осуществить. Так, интересно. Все-таки кажется, что успех — это определенное какое-то... То есть успех — это конечный итог каких-то действий какого-то определенного типа мышления, которым обладает человек. И он последовательно поступает вот в контексте того, что в конце концов приводит к успеху. Спасибо. Вот «Экклезиас», например, пишет, что «не сильному достается победа, не быстрому достается бег, но время и случай им всем». То есть вот она судьба. Это как? Это судьба. Планирование? Или так уже получилось? Кому что Господь подарил? Вот арейный билет. Да. Но на самом деле вопрос-то в том, а что такое успех? Да. Какой-то успех, как мы его часто понимаем, может быть, и не получается планировать. А успех наш духовный, который связан с тем, как мы вместе с Господом сотрудничаем, его, наверное, нужно и можно и нужно планировать. Но вот если обратиться ретроспективно к библейским героям, хорошо нам знакомым и известным, их жизнь мы изучаем постоянно, книга «Бытие». Например, это Иосиф, да? Мальчик, продали в рабство. Раз, и, так сказать, визирь при дворце фараона, да? Чем не успех? Как вы думаете? Ну или вот автор предлагает нам еще одного персонажа, теперь из Нового Завета, замечательно рожденный в замечательной семье священника Захарии. Мальчик под названием, по имени Иоанн, да? То есть выросший, духовный, подвижник, пустынник, хочется даже чуть не сказать, отец пустынник, да? То есть, но, по крайней мере, вот там его духовное становление, кто-то даже говорит, в Иисейской общине проходило, вот, крестит, много крестит, так даже, что, помните, Иисус ушел с того места, как пишет юнгвисты Иоанн, да? А чем закончил жизнь? Усекновением головы, да? То есть успех? Такой вот сложный вопрос, правда же ведь? В чем его успех? Ну вот мы, опять же, обращаемся, возвращаемся к вопросу, который Антон Анатольевич озвучил. Наверное, нужно определиться, что такое успех, да? Потому что, вроде бы, жизнь Иосифа, она увенчалась успехом, но он же не планировал этот успех, он же не знал, какой дорогой он пройдет, да? Да, поэтому, наверное, есть разница между тем, что человечество подразумевает под успехом и то, что говорит Священное Писание. Да даже взять Иисуса Христа, нашего драгоценного Господа. Родился в Хлеву, в общем-то, родители в целом были не очень богатыми, ни одной книги не написал. Ученики разбежались в то время, когда ему стало как-то вот плохо, и кажется, ну это успешная его деятельность была или нет. 70 учеников вообще разбежались, да? Сказали, кто может вообще это слушать? Многие от него просто хотели, ожидали и требовали хлеба и рыбы, вот. А когда он начинал говорить о каких-то духовных вещах, просто его не воспринимали. Успешна эта жизнь или неуспешна? Причем из 12 любимых учеников один повесился, и еще 10 тоже разбежались. Разбежались. И он остался, да? Да, один еще и предал. Один еще и предал. Отрекся. Отрекся. Ну, действительно, много таких примеров. Вот Павел до определенного момента в своей жизни тоже был с точки зрения человеческой успешным достаточно. Хорошее образование имел, римский гражданин, перспективы хорошие у него были. Потом обратился ко Христу. И после этого мы читаем. Палками били. Да, били палками, били камнями. Бросали в тюрьму. Кораблекрушение. Вот. Арестовали. Ну, в конце концов, казнили. Вот. То есть тоже такой вот не совсем понятно, да, где же тут успех. А сам Павел, когда свою жизнь оценивает и оглядывается назад, говорит, я течение совершил, веру сохранил. Интересно, что теперь готовится мне в Виннице. Какое-то время назад, достаточно продолжительное время назад, я решил пройти тренинг в высшей школе экономики. Ну, мне было интересно, в общем, вообще вся эта тема и направление. Значит, я пришел на собеседование, и меня сам директор Юлия Борисовна посадила напротив себя и стала задавать вопросы, а в чем же мой запрос, то есть с чем я пришел, что я хочу от них получить. Значит, и потом она, выслужив меня, значит, рассказала историю, что оказывается 90% выпускников высшей школы экономики, которые получили самый насущный, самый работающий инструментарий для успешной карьеры в бизнесе, оказываются вообще неуспешны. Они все заканчивают одинаково крахом. И она говорит, что мы столкнулись с таким феноменом, что вот мы обучаем людей, а у них ничего не получается. Но они решили внедрить там, в общем-то, кафедру психологии, помогая людям наладить коммуникацию, понять себя, ситуацию. Но послушав их, я вдруг для себя понял, что, оказывается, друзья, ведь успех-то, что это такое, да? То есть вот опять же, если говорить о библейских вариантах. А это то, что вот, собственно, Бог готов человеком поделиться чем-то. Так же? Давайте мы посмотрим на 28-ю главу книги «Бытие». Вот интересно, 20-й и 22-й тексты. «И положил Аков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Опять же, вот ещё один соискатель успеха. Так же ведь? Человек, который, собственно, хотел достичь максимума. Мама ему помогла в этом направлении, да? Папу обманули, закончилось всё. Не очень успешно пришлось бежать. Потому что брат раскусил обман, пообещал убить, и вот он вынужден был бежать скитаться. И вот теперь человек абсолютно гонимый, одинокий, да? Ну что вот в нём, вот здесь, есть ведь какая-то крупица, да? То есть вот этого будущего успеха. Как вы думаете, вот в чём его была вот сейчас правильность решения? Как вы думаете? Вот интересно, что притязания Иакова, они не такие уж большие. То есть он не рассчитывает на что-то грандиозное в своей жизни. «Хлеб есть, одежду одеться и в мире возвратиться в дом отца моего». То есть вот что он считает успехом своим. Но главное, всё это обрамляется чем? С чего Иаков начинает? «Если Бог будет со мною и заканчивает, будет Господь моим Богом». То есть всё вот это вот Иаков мыслит всё-таки в контексте отношений с Богом. Для него это, несмотря на всё то, что происходит в его жизни, для него это является главным и основным. Ну если невнимательно читать текст, то может показаться, что Иаков ставит условия какие-то к Господу. «Если Господь будет со мною, да, и вот будет у меня то и то, тогда я построю Господу дом, да?» Но на самом деле, действительно, Иаков говорит, «Если Господь будет со мной, тогда я смогу этого достичь». То есть не я сам, не мои силы, не мои какие-то способности, таланты. А если Бог благословит меня, только Он является источником вот того блага, о котором я мечтаю. И самым большим его желанием было действительно прославить Господа, построив Ему дом. Да, и вот как Антон Анатольевич отметил, да, что на самом деле, о чём он мечтает, поесть, попить и самое главное домой вернуться. Потому что его дома ожидает, что? Двойная доля наследства, которые он каким-то там путями, но смог получить сначала от Исава, потом от отца. Вот, соответственно, он сам по себе, в общем-то, не бедный человек, правда же ведь? Там его ждёт, в общем-то, большое наследство. Здесь просто интересный момент ещё, мне кажется, связанный с тем, что вот он рвался, рвался к тому, чтобы вот это наследство обрести, первородным стать. То Исава обманул, то отца обманул. И вот тут начинается момент, когда действительно вот это вот первородство, когда для тебя Бог самым главным становится, это вот надо уже проявить в реальности. То есть нужно что-то теперь, если раньше ты забирал, теперь надо отдать. И вот он как бы говорит, я буду, вот в новом переводе говорится, мне кажется, как-то в более таком продолжительном контексте, говорится о том, что из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я обязательно буду отдавать тебе десятую часть. Вот получается, что когда Иаков планировал действительно свой успех, по-человечески планировал то, что связано с материальными его жизнями, оно не работало, то есть оно все разрушалось. Вроде как он что-то приобретал, и тут же это терял сразу. Но всякий раз, когда действительно какого-то успеха Иаков достигал, Слово Божие говорит, был Господь с Иаков, и Господь благословил Иакова. То есть не какие-то ухищрения, которые он там применял, и может быть ему казалось, что это какой-то действенный рабочий метод. А то, что Бог благословил Иакова, оно способствовало его успешности. Вот еще один момент я хотел бы здесь отметить, что на самом деле вот эти благословения материальные, ограда в пути, хлеб, одежда, вот в тексте это скорее условия, благодаря которым он сможет совершить свою миссию. То есть если ты будешь со мной, если будет у меня хлеб, если будет у меня одежда, то тогда я смогу это выполнить. И самое главное, если ты будешь со мной. То есть вот это все материальное, согласно текста, если мы читаем как в современном переводе, то здесь видно явно, что это все вторично. На первом месте это Бог, и то, что Он хочет для него сделать. И опять возвращаемся к Иосифу. Вот смотрите, продали его мальчикам, попадает в дом Патифара. И вот смотрите, 39 текст книги Бытие, я прочитаю второй текст. Господь был с Иосифом и помог ему проявить себя достойным образом так, что хозяин египтяне наставил его жить в своем доме, и видел хозяин, что Господь с Иосифом, и поэтому в руках его все спорилось и ладилось. Интересно, да? Слова подобрали при новом переводе, достаточно древний. Спорилось и ладилось, да? Получается, что вот присутствие Бога в жизни Иосифа каким-то образом повлияло так, что вот за что бы он ни брался, у него все получалось. Вложить деньги – получил прибыль. Посеяли пшеницу – получили большой урожай. Значит, где-то разместили скот – получили большой приплод, да? То есть, и, соответственно, его, его хозяин Патифар очень серьезно видит умножение имущества. Он понимает, что человек, который был до Иосифа, он так себя не проявлял. А здесь идет прибыль, да? И поэтому надо ему все больше и больше доверять с тем, чтобы, вот, собственно говоря, имение Патифара росло. Но мы вот в этом случае, братья, да, то есть попадаем в некий какой конфликт, да? Потому что хочется спросить, а вообще для этого работать-то надо? Или просто нужно вовремя, нужно сказать Богу правильные вещи? Как вы думаете? Ну вот, Иаков. Приснился сон, увидел Бога, встал, сказал, десятую часть отдаю. И с этого момента у него начался подъем. Так же? Ну, Иаков достаточно серьезно работал. Несмотря на то, что Бог его благословлял. Или, может быть, как раз поэтому Бог его благословлял. То есть, если человек просто сядет, сложит руки и будет ждать, да, когда что-то случится, то что именно Бог должен благословить. То есть, Бог благословляет труд наших рук. Мы просто видим, что у Иакова был определенный какой-то мотив, очень серьезный. Он же работал за невесту. И как-то вот здесь... Ну, действительно, что... Когда приходит женщина в жизнь, мужчина, он начинает работать. Что действительно, вот, это нужно отдать Якову. Так скажем, Иаков все делал на совесть. Иаков делал и работал от всей души. Вот. По крайней мере, вот этот момент, когда он трудился за одну жену, за другую жену, мы видим, что вот Господь его укреплял и поддерживал все-таки. А Иосиф? Ну, вообще, если смотреть на, в целом, на культуру этих людей, на их ментальность, то видно, что это общество, да, в котором жил Иосиф, Яков, это общество, в котором люди все делали добротно, на, так вот, скажем, старательно. То есть они понимали, что если ты не потрудишься, то мало что у тебя будет на завтра, да. Поэтому условия жизни, социальные условия приучали их к труду с самого детства. То есть деревенские жители. Ну, вот здесь еще один момент такой. Вот то, что делает Иосиф, мне кажется, это можно было бы назвать современным словом менеджер. Но смотрите, как происходит. Господь был с Иосифом и помог ему проявить себя достойным образом. То есть Иосиф не просто там как-то молился и, так скажем, чего-то ждал. Он проявлял себя достойным образом. Он себя правильно вел, он себя правильно позиционировал, он показал себя человеком, которому можно доверять. В его руках все спорилось и ладилось. И это было видно. Поэтому и, собственно, с чего мы начали. Иногда успех — это как бы то, к чему можно прийти все-таки благодаря тому, что в твоих руках все спорится и ладится. Ты ведешь себя достойным образом. Ты понимаешь, что тебе можно, что тебе нельзя. Вот как в случае с Иосифом. Ты делаешь то, что от тебя ожидают, и иногда даже делаешь больше, чем от тебя ожидают. И это приводит к тому, что тебе начинают доверять. Ну, здесь, наверное, нельзя упустить из виду, что есть все-таки элемент того, что у каждого человека есть какая-то особенность, талант, дарование, предосположенность к чему-то. И благодаря этому может быть какой-то сноровки, смекалки. Иосиф мог таким образом управлять хозяйством. Но кроме этого, все-таки труд тоже немаловажный. Как тренеры говорят, для одаренного спортсмена 10% таланта, 90% — это упорного труда. Вот что-то наподобие мы видим и в опыте Иосифа. Да, был талант, была у него, это может быть, такая закалка, да, как мы говорим, деревенского парня. Но в то же время и упорный труд. Может быть, даже не только в спорте или в чем-то еще. В науке то же самое. Вот интересно, что, на мой взгляд, в жизни Иосифа происходит какая-то радикальная перемена, которая впоследствии влияет на него и приводит его к тому результату, которого он достигает. Потому что, если мы посмотрим на его жизнь раннюю, когда он был в доме отца своего, похоже, что отец не был сильно требовательным к нему. И не похоже, что Иосиф сильно уставал каждый день от тяжелого труда. Потому что отец ему даже делает одежду особую. И эта одежда явно не повседневная. И эта одежда не приспособлена для физического труда. Хотя он ее носит, похоже, постоянно. Она же к братьям туда идет, далеко в этой одежде. Братья пасут где-то скот, Иосиф не с ними пасет, он дома находится. Отец его просто отправляет проведать. Как там разузнать, может быть, что-то они там творят непотребное. Вот он отцу расскажет. И вот Иосиф попадает в совершенно другие условия в своей жизни. И то, что с ним происходит изначально, когда его продают в рабство, это никак нельзя назвать успехом. С человеческой точки зрения успех закончился. Но вот эти перемены и то, что Иосиф остается верным Богу при этом, он действует и обращается к Богу за помощью, и Господь пребывает с Иосифом, вот это способствует тому, что он достигает успеха. Удовольствие от труда. Но, друзья, если вот коснуться вообще теологии деятельности, или, так скажем, труда или работы, то мы к неизбежной пройдем к книге Бытие. Третья глава, вы помните. Проклятие Адама. И когда его выпроваживают из Эдемского сада, где, собственно, особо-то трудиться и не надо. Там все растет. Атмосфера замечательная. Для удовольствия. Да, там труд для удовольствия, а теперь за пределами Эдемского сада, да, то есть что Бог ему определил. Труд для выживания. В поте лица. В поте лица. То есть тернии, волчцы, как в синодальном варианте перевода, да, то есть вот он сажает, а в ничего не растет. И вот он трудится, а все по нулям, да, то есть и поэтому, скорее всего, как говорят некоторые специалисты в Ветхом Завете, имя Авель – это выдох разочарования. Щита, суета. То есть если Каин, старший сын, это надежды, сейчас мы, да, то есть вот одержим победу, то имя Авель – это уже все, это признание бесплодности попыток вернуться в Эдемский сад. Поэтому Авель не стал заниматься земледелием, не очень таким производительным. Поэтому труд, он некоторым образом может восприниматься вообще как проклятие, друзья. Как вы думаете? Ну, кажется, что это проклятие, потому что наряду с тем, что здесь описано, что нужно будет трудиться, да, еще сказано, что земля будет проклята, да, и вот с этого проклятой земля начинается перечисление того, что ожидает Адама в будущем. Но по большому счету мы видим, что на самом деле труд – это благословение. Благословение, потому что в условиях греха, в условиях вот этой оторванности от Бога, как человеку осознать свою зависимость, свою нужду в Боге? Только когда вот в этом труде, вот в этой тщетности он все-таки выскребает какие-то там крупицы, благословения, и Бог ему помогает даже в этих условиях, в пустыне, получать что-то для пропитания и жизни. Ну, боюсь продолжить вашу мысль, да, то есть… Не бойтесь, продолжайте. Что если человек, скажем так, вот трудится очень много, он должен постигнуть тщету этой жизни. Зачастую так и происходит. Он должен постигнуть разочарование в том, что он делает, да, для того, чтобы все-таки успех получить от Бога, как вы думаете? Или мы должны все-таки вот, как наша протестантская этика от Макса Вебера говорит о том, что мы должны много работать, тратить меньше, чем мы зарабатываем. Вот этот маленький остаточек сохранять, вкладывая в ценные бумаги, играя на бирже, покупая там будущим недвижимость, то есть пассивный доход, да. Вот. И так вот человек, он много работает, много получает, мало тратит, но у него растет вот эта самая подушка безопасности, на этом держится. Это становится образом благословения Божьего, процветания Божьего. Запорная Европа держалась на это. Мы, наверное, рано прыгаем от Адама к Максу Веберу. Да, то все-таки народ Божий прошел длительный путь к тому, чтобы подойти к тому, о чем говорил Макс Вебер. Да, можно посмотреть на промежуточный вариант. Да. Это то, что закон Божий нам говорит. Так, так. И предписывая тоже труд, как показывает, что труд – это благо, и в этом воля Божия заключается, в том, чтобы человек трудился. Потому что четвертая заповедь нам очень ясно говорит. Шесть дней работай. Работай. И делай всякие дела твои. Поэтому предполагается, что человек будет трудиться, будет видеть, как Бог благословляет его. И мы достаточно часто читаем вот этот образ земледельца, который трудится, который сеет семена, который поливает, который ждет плода. И мы читаем о том, что Бог взращивает этот плод. То есть землетелец работает, а Бог взращивает. То есть Бог дает жизнь, Бог дает вот эту жизненную силу, и Бог этот плод производит. То есть это дает нам возможность почувствовать, пережить вот этот опыт сотрудничества с Богом в нашем труде, каким бы он ни был, каким бы он ни совершался. Это с одной стороны. А с другой стороны, труд, ну так или иначе, занимает наше время. И в условиях греха это тоже благословение, потому что если у человека много очень свободного времени остается, он склонен к тому, чтобы это время тратить не очень рационально. И иногда совершать какие-то вещи, которые вредят человеку. Красность провоцирует человека ко многим грехам и преступлениям. Да, но вот смотрите, опять же интересно посмотреть на вот Ветхий, Новый Завет, что Израиль получил свое благословение происходит. Просто войдя в Ханаанскую землю, там где течет молоко и мед, все, что они сделали, то есть они должны были просто набраться веры, и все-таки пройти сначала через Красное море, потом через Иордан, все-таки войти туда, а Бог уже там вот и стены Иерихона рушил и так далее. Кстати, когда ждали Иисуса Христа, ждали кого? Труженика? Или мессию, которая организует всех на восстание? Да? Политического мессии. Идти сначала, возможно, на Антиохию сирийскую, там штаб-квартира, там правительство, а потом оттуда уже можно и повернуть на Рим. В общем-то, но опять же, евреи ждут чего? То есть, к новому исходу. Опять повторение, что они придут, заберут все у язычников, и будут жить долго и счастливо. Ну, даже если мы вспоминаем, Израиль вошел как бы в готовое, да, царство благоденствия, все-таки это царство можно было разрушить очень быстро, если просто... А оно и рухнуло быстро. Оно и рухнуло, да. Поэтому здесь не нужно обольщаться, что если ты там получаешь большой куш, то ты от этого будешь счастлив. Кстати, как статистика говорит, люди, которые выигрывали в лотерею большие деньги, со временем их жизнь становилась хуже от правдности, от того, что они не могли распорядиться с этим и даже потеряли и то, что у них было до этого. Да, и интересно, что если мы посмотрим на народ израильский после исходов, вот они странствуют по пустыне и там Бог их всем обеспечивает. Но даже манна, которая с неба падает, ее нужно собирать. И это труд, потому что Господь говорит, в субботу не собирайте, не выходите в субботу, там не будет этой манны. То есть все равно нужно было что-то делать, все равно нужно было трудиться, даже когда с неба падает. И так очень интересный, мне очень нравится наше с вами размышление. Повторюсь, я видел и вижу некоторый конфликт между тем, что вот есть Божие благословения и обретение, как Кемель Кемель сказал, большого куша сразу и вот этим вот протестантским, каждодневным, упорным, таким целеустремленным трудом собирательства, накопительства, преумножения. Ну, в общем, что мне рассказывать, мы это все прекрасно понимаем. Вот. Оказывается, конфликта-то нет. Ну, конечно, нет. Оказывается, нет. То есть, упорный труд не исключает все-таки благословения, а благословение подразумевает далее что? Упорный труд. Упорный труд. Ну, причем, да. Я просто хотел сказать, что, ну, у нас часто, когда мы облекаем в такую форму упорный труд, старание, да, вот, такое усилие над тем, чтобы заработать, но по большому счету все-таки даже в упорном труде человек получает удовольствие, да, удовлетворение, если это то, чем он любит заниматься. То есть, иногда, совершая какую-то работу, мы, может быть, переживаем то, что переживал Адам в Эдеме, когда он, как мы говорим, для творчества, работа была хобби его, да, вот, это было радостью, но сегодня, да, может быть, в условиях какого-то таких жестких условиях, там, экономики или ограниченных ресурсов приходится трудиться, но когда ты делаешь твое дело, делаешь его упорно, тщательно, с радостью, это и результат приносит успех, и внутреннее удовлетворение тебе приносит. Да, вот Петр, например, рыбу ловил, и ему это нравилось, да, вот, а сегодня это даже за работу не считается. Да, кстати, нужно платить, чтобы ловить рыбу. Да, вот, но тот же Петр очень часто мог всю ночь проработать и никакого результата не получить, пока Господь не приходил и не говорил, вот так вот сделай, да, и сразу был успех, то есть мы видим, что успех это результат с одной стороны человеческого труда и тех усилий, которые человек вкладывает в этот труд, а с другой стороны Божьего благословения. Тут даже три составляющих. Наш труд, упорство, талант, способность и Божье благословение, которое сопровождает вот нас в какой-то деятельности, в каком-то труде. Да, и мы приходим неизбежно к еще одному, значит, к одной перспективе, простите, да, к еще к одной перспективе. Мой приход в высшую школу экономики начался с того, что меня спросили, а о чем вы мечтаете, да, а что вы любите, какой ваш проект, то есть что вы хотели реализовать в жизни, да, то есть психологи теперь для предпринимателей и бизнесменов, то есть говорят, что вы любите, что о чем мечтаете и куда вы готовы приложить ваши усилия, да, то есть вот там, что вы, где вы любите, что вы любите, да, то есть там вы будете трудиться, так жить. Соответственно, там будет расти ваша квалификация, соответственно, там вы будете становиться специалистом, там вы готовы трудиться в неурочное время. И вот подразумевается, что результатом что будет? Успех. Обогащение. Обогащение. Ну или, по крайней мере, если это не обогащение, то вы становитесь таким специалистом, который с именем, да, востребованный, с добрым именем. А читая Священное Писание, да, мы понимаем, что книга-притч об этом будет говорить нам, что доброе имя иногда дороже самой драгоценной масти, да? Ну, имеется в виду косметика. Ну, вот интересно, вы упомянули, как в Высшей Школе Экономики вас поинтересовались, да, какая у тебя цель. И сегодня на самом деле вот специалисты, социологи, маркетологи, они пришли к убеждению, что у человека должна быть не какая-то меркантильная цель такая вот, ну вот, заработать себе машину, заработать себе квартиру, а должна быть такая великая цель, да, великая цель, которая становится каким-то хорошим для многих людей. И какие-то компании мы видим, да, где говорят, да, наша миссия, наша цель – это сделать жизнь людей лучше, да, или там комфортнее, или здоровее. Вот. И то есть как бы для… У людей не денюжка перед глазами в достижении, или там у какого-то лидера компании, а какая-то глобальная великая идея. Вот. По сути дела, Священное Писание тоже открывает нам определенную такую великую идею в том труде, который мы совершаем. И вот здесь мы приходим вот к той иной перспективе. Оказывается, да, что все-таки смысл успеха не в том, чтобы получить большой куш, а смысл в том, чтобы сформировалась личность. Вот если мы говорим об Иакове, если мы говорим об Иосифе, да, то ведь на выходе была личность. Кто такой Иаков? Запинатель? Человек, который брата своего и папу своего, собственно говоря, объел вокруг пальца. Но когда он встречался с Исавом, это был другой человек, хромлющий, но переживший ночь в барине, и уже из этой ночи вышивший уже совершенно другую личность. Правда же ведь? А если говорить об Иосифе? Избалованный мальчик в шатрах, в драгоценной одежде. Который стал визирем. Но прежде чем он стал визирем, друзья, да, то есть смотрите, какую жизнь он проходит, да, то есть рабство, дом Патифара. Страдания в тюрьме, да. И вот там в доме Патифара, кажется, вот он успех, и тут же женщина ему навстречу выходит. Тюрьма, да. И уже потом, и из тюрьмы-то он сразу не выходит. Два года там сидит, да, даже после того, как посланец от него ушел к дворцу фараона, в Виночерпи, и только потом он поднимается вот туда, в этот самый дворец. Поэтому, конечно, это очень важный момент, да, то есть вот какая личность перед нами, кто он, этот человек. А потом мы смотрим, а есть ли за ним что-то еще, или нет. Хорошо, спасибо. Что бы вы могли еще пожелать нашим зрителям, которые так внимательно слушали наш урок, что бы вы могли очень коротко каждый из нас сказать, что касается успеха. А все-таки еще раз, вот перспективы нашего урока. Успех — это. Как вы думаете, Эдуард Михайлович? Мне кажется, вопрос в том, что успех — это не то, что приходит по щелчку. Все библейские, история всех библейских героев, она показывает, что это упорный труд, иногда это страдания, это переживания, но в конце концов выходит то, что изначально сам человек даже запланировать, даже мечтать об этом не мог. То есть Господь делает для человека, который отдается в его руки, Господь делает гораздо больше. Спасибо. Ну, вы знаете, вот в контексте нашего урока, мне кажется, очень важный принцип здесь показан, что за всяким трудом, за всякой какой-то деятельностью, даже малой, у человека может быть великая идея, великая цель жизни, которую человек может воплотить. И воплощая этот свой дар, талант, таким образом мы становимся соучастниками Божьего творения, потому что Бог нас создал для чего-то, Он наделил нас качествами, способностями и реализует эти качества для блага людей, окружающих. Таким образом мы, по сути дела, выполняем предназначение, данное нам Богом. И это очень важно помнить. Мы управители того, что Господь нам доверил. Спасибо. Антон Анатольевич. Вот в современном мире, и в том числе в христианском мире, очень популярна так называемая теология успеха. То есть, если я чего-то хочу в этой жизни, я должен просить об этом у Бога, и Бог мне обязательно даст, если у меня достаточно веры. То есть, если мне нужна машина хорошая, я должен попросить, Господь мне даст. Если мне нужен дом, я должен попросить, и Господь мне это даст. То есть, все, в чем я нуждаюсь, что мне хочется, я должен просить, и Бог меня обязательно этим обеспечит. То есть, Бог даст мне успех. Но интересно, что вот как Христос понимал успех, и как Он учил своих учеников относительно успеха. То есть, о Христе мы читаем такие слова, что Он расточил, раздал нищим. То есть, насколько мы готовы смотреть на успех не как на то, что мы приобретаем, а как на то, что мы можем отдать другим, чем мы можем поделиться с другими. Неважно, это материальные какие-то ценности, которыми мы обладаем, и Господь нас наделил этим, и мы видим тех, кто в нужде находится рядом с нами, мы можем им послужить этим. Либо духовные какие-то ценности, которые мы тоже можем людям передавать. И Иисус говорит, язычники ищут, что им есть, что им пить, и во что одеться. Даже Иаков искал этого. Хотя верующий человек. Но Иисус говорит, вот этого ищут язычники. Только этого. И когда Иаков говорит, если ты будешь со мной, он показывает, что это не то, чего он в первую очередь ищет. А в первую очередь он ищет того, о чем Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот успех наш в том, когда мы нашли Царство Божие, когда мы обрели Царство Божие, тогда мы можем сказать, да, Господь нас благословил, да, тогда у нас есть успех. Все остальное, если Господь посчитает нужным и увидит, что мы в чем-то нуждаемся, Он эту нужду воспал. Спасибо. Дорогие друзья, у нас был очень интересный урок и очень интересное общение о том, о чем, возможно, мы мечтаем. Об успехе, о том, как его достичь. Я не знаю, что вы поняли из нашего урока, но одно мы хотели вам точно сказать, что ваш успех связан с вашими все-таки отношениями с Богом. Да, конечно, от нас требуется трудиться, расти как личность, быть квалифицированным специалистом и ради этого страдать порою, ради этого претерпевать очень большие сложности, но мы очень точно должны понимать, что финал наш и вот то, что мы можем посчитать успехом, все-таки будет зависеть от Бога. По крайней мере, мудрый Соломон в 12 главе сказал, веселись, юноша, но помни, что всякое дело Бог приведет на суд. Пусть Господь вас благословит, чтобы в вашей жизни были самые лучшие приобретения, самые лучшие откровения, чтобы в вашей жизни были самые лучшие опыты, чтобы вам было, что вспомнить и поделиться вашим опытом жизни сбоку. До новых встреч!